Всем привет! В прошлый раз мы поговорили с вами о тревоге и неврозе. Давайте поговорим о том, что же нужно делать нашим клиентам, чтобы избавиться от тревоги. Меня зовут Алексей Красиков, это школа эмоционального интеллекта и психотерапии. Поехали! Итак, что же нам делать? Мы с вами поняли, посмотрите предыдущие видео, пожалуйста, если кто-то только подсоединился. Мы с вами поняли, что тревога это следствие какой-то личности. Это не болезнь, это не тараканы, которым вы заболели, это не хламидии, не реоплазмы. Кстати, у нас была недавно дискуссия с нашим студентом, это врач-уролог, это девушка, и мы, в общем, обсуждали рабочие моменты по школе, и мы как раз смеялись про вот эти страшилки, которые рассказывают российские урологи нашим пациентам про уреоплазму, про вот это всё, про условно-патогенные микрофлоры, и как девчонок пугают, разводят на деньги. Если хотите, я об этом отдельно сниму видео, может быть, даже с врачом-урологом. Если вам хочется, напишите в комментариях, мы это сделаем. Но поскольку урология не мой профиль, мы вернёмся к психотерапии и физиологии, окей? Хотя, если бы у меня было больше свободного времени, я бы занимался такими двумя научными направлениями, как репродукция, потому что у меня было три пары в терапии за 15 лет, поскольку это не мой профиль, которые не могли забеременеть с помощью ЭКО, и после нашей с работы психотерапевтической они забеременели. У меня нет эмпирических данных, я не могу это статистически на выборке никакой показать, ни на группу плацебо и так далее, поэтому это просто может быть совпадением, поэтому я здесь особо сильно не рассказываю об этом. И второй, скажем так, мой интерес – это нейрогенный мочевой пузырь не инфекционного характера, потому что очень многие мои клиентки испытывают хронический цистит, и никто из врачей не может понять, что лечить. Антибиотики не помогают, никакой микрофлоропатогены там нет, но периодически воспаляется, и это больно. И это, по моим наблюдениям, очень тесно коррелирует с определёнными психологическими аспектами девочка и отец. Но об этом тоже, если вам интересно, напишите в комментариях, я тоже об этом поговорю. Итак, что же делать с тревогой? У нас есть тревожная личность, у нас есть какой-то человек. И бытует мнение, что надо что-то прорабатывать или принимать в психофармакотерапию. Давайте тут как бы и да, и нет. Во-первых, психофармакотерапия действительно вот эту тревогу, которую тревожная личность или невротическая личность генерирует, действительно купирует на уровне биологии. И действительно человеку становится легче. Проблема и плюсы, и минусы психофармакотерапии заключается в том, что плюс, тревога действительно быстро купируется, минус в том, что не решается сама проблема, потому что проблема – это личность. Таблетка снимает симптом, личность при этом не меняется. Таблетку отменили, личность продолжает генерировать тревогу, симптомы возвращаются. Всё очень логично. За исключением одного момента. Если эта тревога была вызвана какой-то эпизодической ситуации, и на период приёма препарата ситуация сама по себе разрешилась, и тогда отмена препарата не вызывает никакого рецидива, потому что сама по себе ситуация, которая генерировала тревогу, редуцировалась. Понятно? И тут многие скажут, «О, мне помогли препараты». На самом деле на период приёма препарата ситуация разрешилась. И в чём здесь минус? Минус в том, что может случиться опять похожая ситуация, и вы опять уйдёте в тревогу, потому что личность не менялась. Что касается самой психотерапии. Здесь очень много мифов, на что вообще способна психотерапия. Но чтобы вы поняли, представьте себе человека, который очень религиозный, а второго человека, который очень нерелигиозный. Это и есть особенность личности. Что вы должны сказать и сделать такого, чтобы человек перестал верить или начал верить? Нет такого предложения и нет таких упражнений, чтобы поменять это быстро. К этому человек как-то приходит сам с помощью какого-то философского разговора, с помощью какого-то, внимание, жизненного опыта. Поэтому я не буду занимать ваше время и скажу вам честно, что да, действительно, невротическая личность, которая генерирует обсессивно-компульсивное расстройство, ипохондрию, невростынию, нарциссическую историю, истерическую, невростыническую, она корректируется. Просто на это потребуется определённое усилие ваше. Потому что вам придётся понять, что на ёлку сесть и жопу ни уколоть не получится. Вы не можете перестать испытывать симптомы тревоги, которые вы же генерируете, и ваша личность при этом не поменяв ваши какие-то внутренние философские и морально-нравственные постулаты. Потому что именно ваше убеждение, морально-нравственные постулаты, привычки – это и есть ваша личность. Ансамбль нейронов и ансамбль рефлексов – это и есть ваша личность. Это касается вашего окружения, это касается вашего опыта, это касается вашего детства, это касается ваших приоритетов, это касается предыдущего опыта травматического и не очень. Всё это создаёт вашу личность. И если вы хотите избавиться от тревоги с точки зрения тревожных расстройств, вам придётся анализировать и исследовать самого себя. Не говорить о том, что у вас тревога сама по себе с утра возникает. Да не с утра она у вас возникает сама по себе. Вы просыпаетесь и начинаете как-то своей личностью смотреть на себя, на своё самочувствие, на свой день, на то, с кем вы просыпаетесь, куда вам надо ехать, куда вам надо идти вечером домой, чем вам надо заниматься и так далее и тому подобное. Поэтому правильно сказать так. Чтобы вылечить настоящие неврозы, необходимо реконструировать систему отношений в личности. А чтобы реконструировать систему отношений в личности, психолог-консультант должен обладать знаниями и хорошими аспектами философии различных школ, поведенческой терапии, коучинга, когнитивно-поведенческой терапии, гештальтерапии, транзактного анализа. И все вот эти разговоры должны быть направлены на то, чтобы человек задумался о том, как он реагирует на тельные жизненные события, как он несёт ответственность за свою тревогу и за свои эмоционально-психические поступки и реакции. И вот если человек пробуждает ответственность, сознательность и работает над своими автоматизмами, над своими эмоциональными паттернами, тогда в терапии есть хорошие шансы. Ваш Алексей Красиков, Школа эмоционального интеллекта и психотерапии. Смотрите канал дальше, будет много интересного. И подпишитесь, и нажмите колокольчик, чтобы не пропустить уведомления. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok